Да когда эти путешественники наконец угомонятся? Бесят своими видео из разных концов планеты, плещутся в море и катаются на яхтах, пока ты катаешься на офисном стуле? Откуда у них вообще на это деньги? Нашли бабушкин сундук с акциями Apple? Попросили Тинькова их усыновить? Это какой-то заговор. Хорошо, что есть старый добрый Алексей Вильнюсов. В своих блогах он не только колесит по миру, но и учит, как заработать в интернете и тоже бесит всех тем, как классно ты живешь. Подписывайся на канал Вильнюсова. Роскошная жизнь сама на себя не заработает. Халки в реальной жизни, с которыми вам лучше не связываться. Когда мы говорим о Халке, вы, наверное, представляете себе грозного зеленого монстра из комиксов Marvel. Вряд ли кто-то действительно верит в то, что такое существует. Тем не менее, посмотрите это видео, и мы покажем вам 10 очень даже реальных Халков, которые доказывают, что вовсе не обязательно быть зеленым, чтобы произвести такой же устрашающий эффект. Вы вряд ли поверили бы, что такие монстры существуют в реальной жизни. А знаете, что не зеленое, не злое и не большое? Наша кнопка подписаться. Нажмите на нее, включите уведомления, и держу пари, ваша жизнь изменится к лучшему. Денис Цыпленков Одна из особенностей невероятного Халка – это его огромные руки, которыми он крушит и ломает все на своем пути. Но такие руки не существуют в реальном мире. Или… Представляем вам Дениса Цыпленкова, украинского армрестлера и бодибилдера. Нетрудно догадаться, почему мы включили Дениса в это видео. Денис не был облучен гамма-лучами, по крайней мере, мы об этом не знаем. По словам этого Халка реального мира, он просто однажды начал заниматься, и вот к чему это привело. При росте 185 сантиметров и весе 134 килограмма Цыпленков состоит практически из одних только мышц, что объясняет окружность его бицепсов 63 сантиметра. Еще более шокирует огромный размер его ладоней. Серьезно, если сравнить его ладони с ладонями нормальных людей, можно подумать, что они не настоящие. Тем не менее, это правда. Сейчас Цыпленков живет и тренируется в Москве, доминирует на армрестлинговой арене и вызывает удивленные взгляды, где бы он не появился. Интересно, не выходили ли агенты щит на контакт с ним? Остается надеяться, что они не будут его злить. Нам совсем не хочется видеть этого парня разозленным. Брайан Шоу Даже глядя на фотографии Брайана Шоу, можно смело сказать, что этот парень отнюдь не маленький. То, что он получил статус самого сильного человека мира, выиграв соревнования в 2015 году, конечно, впечатляет. Но если узнать его настоящие размеры и посмотреть на фотографии, где он красуется рядом с другими людьми, становится понятно, что перед нами настоящий Халк. Этот американец в буквальном смысле гигант. Этот парень сломал бы вам весы, и вам бы пришлось докупать мерную ленту. Его рост 207 сантиметров, а вес больше 180 килограмм. Как и в случае с Халком, возраст, кажется, тоже на него не влияет. Даже наоборот, кажется, он становится только сильнее. В 2017 он выиграл Арнольд Стронгмен Классик, несмотря на кое-какие еще не зажившие травмы. Его впечатляющие размеры были особо показательно продемонстрированы, когда сам легендарный Арнольд Шварценеггер вышел на сцену наградить чемпиона. Довольно комично смотрится фотография с награждения, где шоу, как башня возвышается над Арнольдом Шварценеггером, которого уж никак не назовешь малышом. Неплохо для парня, который начинал как баскетболист в школьной команде. Саджат Гариби Хоть мы и уверены, что эта фотография была подкорректирована, только представьте, что вы увидели на улице кого-то настолько огромного, что все окружающие буквально превращаются в гномов. Эта подфотошопленная картинка на самом деле не так уж приукрашена, как вы бы могли подумать. Особенно после того, как вы увидите нашего следующего Халка из реальной жизни. Среди своих подписчиков в инстаграме Саджат Гариби получил прозвище Иранский Халк, что в общем-то очевидно. При росте 186 сантиметров и весе 150 килограмм Гариби имеет телосложение супергероя из комиксов Марвел. Впечатляет еще и то, что 24-летний Гариби может поднять вес, намного превышающий его собственный. Вероятно, это связано с его карикатурно накачанным торсом. Как и невероятный Халк, Гариби не помещается в автомобиле и, конечно же, испытывает трудности с подбором одежды, способной вместить его формы. Учитывая его планы на жизнь, это может обернуться для него проблемой. Этот Халк реального мира хочет пойти в армию и бороться с ИГИЛ. И даже если для него и найдется подходящая униформа, запихнуть такого парнишку в танк представляется совсем уж непосильной задачей. Не проще ли просто покрасить его зеленкой и выпустить на поле боя? В конце концов, это вполне сработало во Мстителях. Азиатский Халк Когда Хванг Чун Суну было 20 лет, он был довольно худеньким и весил всего лишь 56 килограмм. Так же, как и Питеру Паркеру, Хвангу было сложно заработать уважение окружающих. Будь то возврат бракованного товара в магазин или случайная перепалка с незнакомцами, этого костлявого корейского мальчишку никто не воспринимал всерьез, говоря с ним свысока. Хванг решил, что пора с этим что-то делать. Он, конечно, не стал призывать себе на помощь радиоактивных пауков или чокнутых ученых. Вместо этого Хванг пошел в спортзал и около 10 лет качался, собственноручно делая из себя Халка. В дополнение к своим тренировкам, которые порой включают до 3000 приседаний в день, Хванг уделяет много времени правильному питанию, чтобы поддерживать свой организм в форме. По всей видимости, это неплохо работает, и охапка медалей и кубков с бодибилдерских соревнований является прекрасным тому подтверждением. Тем не менее, не все верят, что Хванг получил свое халковское телосложение естественным путем. Многие считают, что тут не обошлось без стероидов. Бодибилдер с весом в 100 килограмм при росте 179 сантиметров клянется, что никогда в жизни не притрагивался к стероидам. С другой стороны, если подумать, то он никогда не отрицал версию с гамма-радиацией. Живанильда Внера Дисоза Будучи пока что самым маленьким в нашем списке, вы, наверное, задаетесь вопросом, зачем мы вообще включили Живанильда в это видео. Во-первых, Живанильда отнюдь не малыш. При росте 155 сантиметров и весе 84 килограмма он сложен очень плотно. И поверьте нам, большая часть этого веса – чистая мускулатура, так как Дисоза – профессиональный футболист. Сейчас он играет за Шанхай, а также за бразильскую национальную команду. Но не пытайтесь высмотреть его на поле по имени на его майке – ничего не выйдет. Попробуйте лучше поискать имя Халк, кроме шуток. Среди футбольных фанатов Дисоза более известен как Халк, и именно это имя красуется на его спине. Конечно, он не настолько огромен, как можно было бы себе представить, но по сравнению с другими футболистами он, конечно, настоящий Халк. Сейчас ему 31, что означает, еще несколько лет футбольной карьеры впереди. Так что у вас есть все шансы сказать «Я лично видел Халка на поле». Эй, мы предупреждали, что в этом видео будет настоящий Халк, и мы не врали. Пришло время устроить нашу традиционную викторину. Говоря о выдающихся человеческих размерах, можно вспомнить множество зафиксированных рекордов. Знаете ли вы, кто являлся самым высоким человеком всех времен? Подсказка – он американец. Мы расскажем вам после того, как вы узнаете о еще нескольких Халках из реальной жизни. Синтетический Халк Представьте себе, что вы настолько отчаянно хотите иметь огромную мускулатуру, что готовы даже пойти на ампутацию. Ромарио Дос Сантос Алвес как раз так и сделал. На третьем десятке своей жизни Ромарио, что в общем неудивительно, был огромным фанатом невероятного Халка. Он был настолько впечатлен альтер-эго Брюса Бэннера, что незамедлительно отправился в спортзал качать мускулатуру. Там он встретил других любителей бицепсов, которые подсказали ему, что есть и другие более легкие и быстрые пути, как получить внешность Халка, минуя изнурительные тренировки. Вещество под названием синтол нужно было вкалывать прямо в те части тела, которые Алвесу хотелось увеличить. Со временем он увидел изменения и, как говорится, подсел. Конечно, мышцы его торца и рук стали настолько же непропорционально огромными, как у Халка, но проблема заключалась в том, что люди стали относиться к нему слишком уж как к герою комикса. Видите ли, изменения были настолько неестественными, что люди, встречая Алвеса, с ужасом смотрели на него, как на монстра, а порой и вообще убегали в противоположном направлении. Когда его зависимость от стероидов довела его до того, что врачи начали говорить об ампутации рук, этот синтетический Халк решил, что с него хватит и перестал использовать препараты. Тот, кто хочет стать Халком в реальной жизни, должен быть реально жестким. На этот счет по поводу Мариоца Пузановски нет никаких сомнений. Например, он был постоянным участником соревнований самых сильных мужчин с 2002 по 2009 год. И не только участником, но также и пятикратным мировым чемпионом, что уже говорит само за себя. Но этого ему было мало, и он пошел в бои без правил. Спорт, успехом в котором он наслаждается и по сей день. Так что мы знаем, что он сильный, и мы знаем, что он хорошо дерется. Это уже две галочки в нашей таблице соответствия Халку. А что насчет его размера? Тут абсолютно никаких вопросов. Как можно видеть на этих фотографиях, Пузановский в годы своих силовых соревнований был самым что ни на есть монстром. При росте 185 сантиметров и весе 136 килограмм было бы странным предположить, что он был самым маленьким чемпионом. И мы уверены, что это все были мышцы. Для боев без правил ему пришлось сбросить вес, чтобы пройти под самую тяжелую группу. Удивительным образом он снизил свой вес до 118 килограмм чистой мускулатуры. Маловато для Халка, но тем не менее. Халк Амазонка Вот только не думайте, что все представленные здесь Халки мужчины. Если вы знакомы с Марвеловским комиксом, то вы знаете, что у Брюса Бэннера была двоюродная сестра по имени Дженнифер Уолтерс. Однажды ей перелили кровь от Брюса, и бэм, она стала женщиной-Халком. Но что сказать, похоже, у нас есть прекрасная претендентка на роль женщины Халка в реальной жизни. Анна Люсия Барбосса родилась в Бразилии и провела свои ранние годы в нищете. Одной из особенностей, которая выделяла ее, был ее рост. Со своими 207 сантиметрами она была самой высокой женщиной в городе. Увидев в этом потенциал, она сделала то, что делают все начинающие супергерои. Создала себе альтер-эго. В мгновение ока она превращается в халкоподобную амазонку Синтию и получает сотни долларов в час за доминирование над мужчинами. Да-да, вы не ослышались, когда Барбосса превращается в женщину Халка, богатый мужчина со всего мира платит ей, чтобы она вытряхивала из них дурь, укладывала на лопатки и, проще говоря, лупила их почем зря. Эй, мы не обещали, что все будет прилично? И в конце концов, девочке нужно что-то кушать. Эдди Холл В 2017 году Эдди Холл получил титул самого сильного человека на Земле и стал единственным британцем, получившим эту награду за последние пару десятилетий. Достаточно просто посмотреть на Эдди в этом соревновании, чтобы понять, почему мы его включили в список. Огромные мускулы? Есть. Титул силача? Имеется. Ведь дикаря, который может в любой момент расплющить пару автомобилей, просто щелкнув пальцами. Более чем. Размеры Холла – определенно первое, что бросается в глаза. В частности, для поддержки этих 195 килограмм мускулов он потребляет 12 тысяч калорий в день. А теперь представьте все эти мышцы на его 188-сантиметровом скелете. Впечатляет, не правда ли? Как и Халк из комиксов, Холл испытывает те же затруднения, всовывая свое огромное тело в автомобили и кресло. Тем не менее, этот Халк говорит, что после того, как достигнет своих целей в чемпионате силачей, он намерен сбавить обороты, сбросить немного веса и посвятить свое время воспитанию своих двоих детей. Остается только надеяться, что его дети будут хорошо себя вести, потому что этого Халка уж точно не хочется расстраивать. Хафтер Бьернсон Этот исландский гигант настолько впечатляет, что мы не только включили его в наши видео о гигантах среди нас, но также дадим его место среди Халка. Даже если имя Хафтер Бьернсон вам ни о чем не говорит, мы гарантируем, что вы видели его хотя бы однажды. Рост Бьернсона 210 сантиметров, а вес более 180 килограмм. С 2009 года он принимает участие в многочисленных соревнованиях для викингов и силачей. Неудивительно, что будучи настоящим Халком, он показывает отличные результаты и выигрывает почти все исландские тематические викингские турниры. Как и в случае с Халком, просто быть сильным недостаточно, и Бьернсон демонстрирует свою мощь на экране, играя Сира Григора Клигана в известном сериале «Игра престолов». Никаких спецэффектов, ребята. Все, что вы видите на экране, самое что ни на есть настоящее, когда дело доходит до горы. Конечно, он не крушит машины и здания, как марвеловский персонаж, но Бьернсон действительно очень сильный. В конце концов, он способен поднять штангу, сделанную из автомобильных колес, весом более 450 килограмм, и швырнуть кегу пива на 7 метров в высоту. На наш взгляд, вполне неплохо. Но так что, есть идеи насчет самого высокого человека всех времен? Ответ – Роберт Уодлоу. Официально измеренный в 1940 году, его рост составил 247 сантиметров. Доказательства этого рекорда неопровержимы, так что потребуются внушительные цифры, чтобы побить этот долгосрочный рекорд. Все эти разговоры о Халках среди нас заставляют нас подумать, а не заглянуть ли в спортзал и покачать железо. Ну а если вы любите нажимать на кнопочки, то почему бы не нажать на нашу ту самую красную кнопку подписаться? Вы знаете, ваша жизнь изменится к лучшему, как только вы это сделаете. Увидимся в следующий раз. Пока-пока!